Желаю здоровья, уважаемые украинцы и украинки. Сегодня есть решение о двух новых пакетах оборонной поддержки от Америки и Дании. Американский пакет – это в частности ракеты для ПВО, ракеты для Хаймарсов, боеприпасы, среди прочего, 155-й калибр. Общий объем этого американского пакета – 150 миллионов долларов. Я благодарю президента Байдена, его команду, Конгресс Соединенных Штатов и всех американцев, которые ценят свободу. Очень важно, чтобы у врагов свободы не возникало иллюзий, что защита свободы может не выдержать оборонительного марафона. Весомый датский пакет – это более 500 миллионов долларов. Это и дополнительная бронетехника для наших воинов. Танки, БМП, дроны, снаряды для артиллерии. Я благодарю тебя, Дания. Это то, что действительно помогает нам беречь жизни наших людей на фронте. Сегодня же говорил с госпожой премьер-министром Дании Мэтте Фредериксон. Очень предметно, как раз о содержании нашего дальнейшего оборонного сотрудничества, о сохранении единства в Европе и всех наших партнеров, и о нашей формуле мира. Я благодарен Дании за готовность реально приближать исполнение пунктов формулы. Продолжаем готовить встречу на Мальте по формуле мира. Добавляем еще участников. Принял участие в работе Европейского совета. Были лидеры стран ЕС, президент Евросовета Шарль Мишель, а также президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европарламента Роберто Миццоло. Евросоюз готовит несколько шагов, которых мы ожидаем. Это касается и новых санкций против России, и новых шагов в поддержке Украины. Мы особенно ожидаем политического решения ЕС о начале переговоров по членству нашего государства, и со своей стороны мы делаем все, чтобы быть готовыми. Сегодня я подписал один из важнейших законов на этом пути к началу переговоров – закон о ПЭПах, политически значимых лицах. Этот закон придает силы финансовому мониторингу жизни ключевых государственных чиновников и народных депутатов. И его принятие считается четким сигналом того, насколько серьезно Украина воспринимает задачу присоединиться к Европейскому Союзу и сделать работу своих государственных институтов действительно чистой. И, конечно, фронт. Сегодня я провел военный кабинет. Особый формат работы с командующими, руководителями разведки, службой безопасности Украины, министром обороны. Доклады по каждому боевому направлению. Наши генералы – Сырский, Тарнавский, Гнатов, Москалев, Содаль. Главком Залужный, руководитель Гур Буданов и руководитель внешней разведки Литвиненко. Наши стратегические задачи – снабжение для воинов, снаряды, техника. Украинский оборонно-промышленный комплекс. Наращиваем наши возможности и отчетливее видим завершение войны украинской победой. Конечно, все мы должны осознавать – враг непрост и проще не станет. Но Украина должна стать и станет более мощной. Именно так, чтобы мы навсегда зафиксировали в истории, что Российская империя больше не придет на украинскую землю. Слава всем нашим воинам. Ребята, я благодарю вас за каждую уничтоженную российскую позицию. Слава всему нашему народу. Слава Украине. Слава Украине.